Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши очередной сеанс правительственной связи. Сегодня у нас в студии председатель контрольно-счетной палаты Чувашской республики Светлана Арестова. Светлана Ивановна, здравствуйте! Здравствуйте! Госсовет республики на днях утвердил отчет о работе контрольно-счетной палаты за прошлый 2017 год. По каким основным параметрам вы отчитываетесь и по каким параметрам оцениваете свою работу? Наверное, необходимо отметить, свою деятельность мы ведем в соответствии с планом утвержденным. И, конечно, мы именно оценим, сходя из выполнения этого плана, запланированных мероприятий, проверенных бюджетных средств, проверенных количеств объектов, ну и, соответственно, выявленных нарушений и реальный возврат в бюджет средств, если это того требует. Ну, теперь давайте поподробнее. Сколько мероприятий было у вас запланировано проверочных и что они вообще, какой эффект это дает? Ну, наверное, лучше правильно отметить, все-таки 29 это именно контрольных мероприятий. Кроме того, мы проводили еще и экспертно-аналитические мероприятия. Как правило, связано это либо с заключением на законопроекты, либо аналитические мероприятия связаны с исполнением бюджетов за определенные периоды в течение всего года. Вот. Поэтому, если говорить вот о результатах этой работы, то, конечно, необходимо отметить, что в течение всего года нами в различном формате, вот с учетом контрольных мероприятий, экспертно-аналитических, мы проверили более 46 миллиардов рублей. И, ну, необходимо отметить... То есть это общая сумма, которая подлежала проверке? Да, которая подлежала проверке. Частично это сумма, которую мы проверяли, часть суммы проверяли, это в рамках внешней проверки. Как правило, это уже коммеральная проверка называется, не выходя из кабинета. Мы это делаем ежегодно перед оценкой и при подготовке заключения на исполнение бюджета. Ну, а часть суммы у нас проверена уже в ходе выездных проверок, это уже с учетом выхода на объекты. И, соответственно, вот эта сумма у нас, конечно, составляет 6 миллиардов из 46 миллиардов. И она по сравнению с 2016 годом для проверки, конечно, возросла. Вот это первый аспект. Второй аспект, конечно, это сумма выявленных нарушений. В целом нами выявлено более 400 миллионов в суммовом выражении нарушений. По факту это более 700 фактов нарушений. Но если взять эту цифру по соотношению к объему проверенных средств, это составляет менее 1%. Да, вроде как абсолютная сумма, она выглядит значительно и внушительно. Но надо понимать, конечно, во-первых, объем проверенных средств у нас значительно увеличился в 2017 году. Ну и в зависимости от того, какие отрасли мы проверяли в 2017 году. Это тоже один из показателей, которые мы анализировали, подводя отчеты и докладывая на Государственном Совете. Потому что порядка 48% проверенных средств мы проверили именно средства, направленные на дорожную деятельность. Вы знаете, что это достаточно крупная сумма, которая заложена в нашем бюджете. И что показали результаты проверок? Ну вот результаты проверок, конечно, показывают, что нарушения не имеют места быть. Но все-таки мы подчеркиваем, вот самый главный фактор, что все-таки более 70% нарушений, это нарушения связаны с введением бухгалтерского учета, с введением бюджетного учета, который, как правило, дает возможность предотвратить уже реальную потерю бюджетных средств. Конечно, сохраняет место быть и нарушения, связанные с закупками. Этот фактор у нас, наша статистика показывает, что это порядка 28% таких нарушений. Ну и вот разница, это, конечно, это уже... Что считается нарушением, вот в вашем случае, при проведении госзакупок? Ну, опять-таки, если говорить чисто о государственных закупках, там тоже мы делаем еще одну градацию. Есть нарушения финансовые, которые мы оценим у самого морожения, а есть нарушения процедурные. Но в данном случае, например, это когда нарушается процедура проведения самой закупки, заключения контракта, и по факту уже исполнения контракта. То есть у нас тоже градации есть, определенные у нас классификаторы нарушений. И поэтому вот по закупкам у нас примерно вот такие направления, которые мы больше всего выявляем. Процедурные – это как раз, как правило, те нарушения, когда именно сама процедура, например, проведение закупочных процедур, плана графика размещения, размещение исполнения контракта – вот это мы оценим как процедурное нарушение. То есть больше такого технического характера? Ну, да, внешне не смотрится технический характер, но последствия могут быть различные. Я правильно понимаю, именно этих нарушений больше, нежели финансовых, собственно, связанных с финансами? Нет, наверное, не совсем так надо как бы резюмировать. В общей сумме выявленных нарушений, вот еще раз повторюсь, 28% приходится именно на нарушения, связанные по закупкам. Но если хотите, я могу назвать суммой, это порядка 107 миллионов, мы зафиксировали финансовых, нарушений, связанных с закупками, без учета процедурных нарушений. Понятно, что проверки проводились абсолютно во всех отраслях, во всех направлениях. Так вот, в каких отраслях допускается больше всего нарушений? Ну, уже даже по цифрам, наверное, то, что касается дорожной деятельности, строительства, потому что все-таки процессы там непростые, начиная с самого процесса закупки и заканчивая реализация этих контрактов, то вот, наверное, все-таки вот эти два основных направления, которые бы я хотела выделить, потому что вы знаете, что я про дорожную деятельность вам озвучила, порядка 17%, например, мы проверяли бюджетных средств, направляемые на строительство. И здесь как бы затрагивались вопросы, связанные с представлением жилья многодетным, семьям, молодым семьям. Очень много было контрольных мероприятий связано с представлением или переселением граждан из аварийного жилья. Поэтому именно тот же процент охвата бюджетных средств по этому направлению тоже высокий. И, конечно, наверное, можно отметить, что именно в этом направлении отдельные случаи были нецелевого использования средств. Но это, как правило, уже, наверное, больше со стороны самих граждан, если там должностных или с муниципальных образований, тогда, когда возникли вопросы, кого мы переселяли, например, или того ли гражданина переселяли, действительно, был ли он прописан в этом аварийном жилье, потому что именно вот эти факты, которые единичные были выявлены, они как раз были выявлены в этом направлении. Вообще, если говорить о нецелевом использовании бюджетных средств, насколько эта проблема остро стоит для Чувашия? Я считаю, что все-таки, вот, по крайней мере, опять на примерах наших проверках, все-таки у нас нет такой проблемы, нет такого, как сказать, какого-то критической ситуации. Я повторяюсь уже, наверное, у нас единичные случаи было всего шесть выявлено за прошлый год, потому что все-таки квалифицировать нецелевое использование средств – это нарушение финансового нарушения, когда конкретно деньги были выделены на одну цель, а мы ее потратили на другую цель. Поэтому все-таки у нас эта проблема, на мой взгляд, по результатам наших, по крайней мере, проектов, нет такой проблемы республики. Между тем, в вашем отчете есть цифры о передаче документов в прокуратуру и о возбуждении каких-то дел с их уже стороны. И речь идет там, насколько я помню, что около 20 таких нарушений выявлено. Это по какой линии? Ну, во-первых, наверное, да, вот о чем я все-таки цифрую, мы порядка 17 материалов передали, то есть это где-то 58% от всех проведенных контрольных мероприятий именно в прокуратуру, прохранительные органы. Но здесь, наверное, надо заметить, что не всегда мы вот явно прям видим, что там есть какие-то противоправные действия. Все-таки есть расходы, которые мы констатируем, как есть риски или признаки. То есть, возможно, даже там и нет противоправных действий, но признаки какие-то определенно видим, которые мы прописываем, включая в том числе и по закупкам. И мы просто указаны, это признаки прохранительному органу или прокуратура, они их оценивают. Поэтому вот в этих материалах все-таки не всегда, наверное, без факта. Это больше предупредительный выстрел. Ну, предупредительный, нет, почему? Он и профилактически предупредительный, но и дальше уже просто он переходит этот материал в руки уже органам более компетентных по этому направлению. И они оценивают в рамках нашего материала, в рамках другого законодательства. Уже компетентство, которое уходит именно прокуратура республики. Светлана Ивановна, если говорить об эффективности вашей работы, в каких цифрах ее можно измерить? Чем вы привыкли оперировать? Ну, в данном случае, именно за последние два года мы постарались все-таки разграничить финансовые нарушения, которые дают уже реальные финансовые потери, и финансовые нарушения, которые не приводят к реальным потерям. Поэтому мы постарались в 2017 году наладить учет именно тех финансовых потерь, которые нужно контролировать для возврата. Вот из общей суммы выявленных нарушений нами взято на контроль 83 миллиона. За 2017 год обеспечен возврат средств в бюджет, в небюджетные фонды 38 миллионов. Вот я думаю, что надо все-таки именно вот об этой цифре в первую очередь вести речь, что именно эта цифра показывает, насколько мы эффективно сработали за 2017 год. Какие инновации, помимо того, что вы занимались постоянно своей непосредственной деятельностью, какие инновации были еще в 2017 году? Что нового в работе контрольной счетной палаты? Ну, наверное, просто необходимо отметить, что именно мы изменили подходы при выборе объекта для контроля. Я, наверное, пока не могу назвать, что это рискориентированный подход. Но, тем не менее, подходы мы изменили. Ориентируемся, во-первых, на определенной отрасли, где направляется больше бюджетных средств. Конечно, учитываем мнение депутатского корпуса, они нам дают поручения, главы Чувашеской республики. Возросло обращение граждан, и поэтому мы ориентируемся на эти обращения и уже смотрим, насколько их нужно проверять. Это вот одна часть, наверное. Второй момент, то есть мы переориентировали работу с позиции того, что больше нужно посмотреть сам конечный, так сказать, продукт. Либо та же квартира, тот же дом или тот же объект, который построен, строится, либо ведется капитальный ремонт. И в прошлом году мы, наверное, стали впервые практиковать все-таки при лечении специалистов, потому что не всегда хватает наших знаний. Практиковали замеры, вот как я уже сказала, осмотра. Поэтому, я думаю, тоже можно рассматривать как именно новшество в работе. Ну и, конечно, попытались сделать два аудита. Ну, наверное, полноценную не знаю, что аудит эффективности использует бюджетных средств. Все-таки с элементом эффективности. Мы как раз вот это контрольное мероприятие, оно потому что по структуре и по стандартам нашим достаточно сложное. Мы его попробовали вот как раз на программе реализации переселения граждан заваренного жилья. Потому что программа предусматривала определенные параметры, которые нужно было достигнуть. Соответственно, мы вот постарались оценить, насколько она завершалась, эта программа. Действительно удалось эффективно ее реализовать. Исходя из принятого решения аудитором, мы признали ее эффективной. Соответственно, вот это мероприятие, вот это, наверное, тоже можно считать новшество, которое мы применили в ушедшем году. Как складывались ваши взаимоотношения с Госсоветом Республики? Вот вы упомянули о том, что парламентарии периодически дают какие-то поручения вам, запросы делают. Здесь необходимо ответить. Да, взаимодействие было очень конструктивным в 2017 году. Здесь, наверное, два момента я бы хотела выделить. Во-первых, все-таки по инициативе депутатского корпуса были внесены изменения в закон о контрольной счетной палате, что позволит как раз повысить эффективность нашей работы. А вторая сторона – это то, что уже практикуется не один год. Да, есть поручение Государственного совета на проведение тех или иных контрольных мероприятий в актуальных направлениях. Вот таких мероприятий было в 2011 году. По всем по ним мы отчитались на комитетах, получили рекомендации, и Госсовет принял к сведению. Поэтому эта работа у нас продолжится и сейчас в том числе. Что еще вы наметили себе на 2018 год? Ну, 2018 год, естественно, мы сохраняем, в первую очередь, подходы к своему планированию, как это заложено в нашем законе. Конечно, работу продолжим строить по тем принципам, которые заложены – открытость, объективность, эффективность. Это второе. И, конечно, учли уже определенные наработки предыдущих лет, учли обращение граждан. И, наверное, можно все-таки выделить основные направления, которые хотелось бы нам посмотреть, и мы запланировали уже на 2017 год. Конечно, то, что касается зарплаты педагогических работников, достижения установленного уровня, мы такое мероприятие хоть и делали в 2017 году, но в этом году хотим попробовать уже, опять-таки, с учетом новой возможности, именно эффективности, аудита эффективности использования бюджетных средств в этом направлении. Запланировали мероприятие буквально недавно, скоро начнем его. Это аудит эффективности использования бюджетных средств, которые мы направляем на обеспечение деятельности Республиканского фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Запустили на нашем сайте опрос жителей, как они оценивают, насколько они знают о этой системе, как она работает. Вот это направление интересно. Много мероприятий у нас запланировано с отчетной палатой России, то есть мы подтвердили свое участие. Наверное, очень интересное мероприятие, должно быть интересно гражданам нашей республики, это то, что будет проводиться экспертно-настическое мероприятие в части детских пособий, которые у нас появились, буквально новые, и эффективность вот этой применимы, у которой внедрена эта норма в части выплат пособия на первого и второго ребенка. Вот такие вот интересные мероприятия. А так остальные мероприятия у нас в плане прописаны. Конечно, план это у нас не то, что такой документ, который утвержден на год, это живой документ. Он постоянно корректируется с учетом. Дополняется. Да, дополняется, изменяется. То есть по мере поступления предложений как страны главы Чувашской республики или поручения государственного совета, конечно, он корректируется. И, соответственно, ну и в том числе сообщения, если происходят из любых источников, в зависимости от значимости или в зависимости от действительно подтверждающего факта нарушения, мы корректируем этот план. И, соответственно, в любой момент можем скорректировать свою работу в текущем году. Светлана Ивановна, вот Вы сказали о том, что увеличивается количество обращений граждан. Как нужно обращаться в контрольно-счетную палату и, главное, в каких случаях? Наверное, я все-таки порекомендую нашим гражданам, конечно, обращаться в первую очередь тогда, когда этот вопрос касается использования бюджетных средств. Потому что это может быть любое направление, конечно. Это и обеспечение граждан с жильем, социальным жильем определенных категорий. Или любой капитальный ремонт, который сегодня действительно во многих учреждениях проводится, и здравоохранение, и образование. То есть я, наверное, именно резюмирую таким образом, что это там, где двигается использование бюджетных средств. Как, к примеру, обычный человек может почувствовать, что что-то не то, и, в общем, нужно привлечь Ваше внимание? По каким признакам? Ну, я еще раз говорю, если он понимает, что он может являться получателем, например, какого-то пособия. Но, тем не менее, либо ему кажется, что сумма либо занижена, либо все-таки он ее не получает, а должен получать. Может быть, не совсем понятен механизм. Наверное, конечно, правильно бы обратиться, в первую очередь, к главному распределению бюджетных средств, на кого возложена эта функция. Но вот именно если ее размер уже, этого пособия или выплаты, не нравится, и, соответственно, не согласен с тем подходом, что какие-то излишни требования к документам и так далее, наверное, это уже, конечно, можно посмотреть и нашему органу. Ну, я еще раз говорю, это ущемление любых прав гражданина, которое связано с его социальными гарантиями, которые наберет на себя государство. Вот в таких случаях, я думаю, можно обращаться, и будем изучать и смотреть. Можно и нужно. Да, можно и нужно, да. Ну что, спасибо вам большое за такие подробные ответы на наши вопросы. А я напомню, что сегодня нашей собеседницей была председатель контрольно-счетной палаты Чувашской республики Светлана Арестова. Спасибо за внимание и всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»